Привет, с вами Музей Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзоре модель Трансформер Mindwipe, это вот такой истребитель, он выпущен в Voyager классе и он у нас 2010 года в серии Трансформеры Revenge of the Fallen, Nest Global Alliance, не так много трансформеров выпущены именно в под Сеге и Nest, но вот это вот одна из них. Далее Трансформеры в образах фильма разделились на Hunt of the Decepticon и отдельно G1 SEGA, это Revaldo Shield. Хорошо, давайте посмотрим, ну давайте его со всех сторон здесь надписи на Кибертронском, он у нас является Decepticon, прикольная у него кабина, сопло двигателя, есть шасси, внизу его голова, шасси можно складывать таким вот образом и трансформируется он своеобразно. Для начала надо освободить его ноги, эту штучку можно сразу так сделать, подготовить, скажем так, ноги, 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 ноги. Все, ноги подготовлены, потом руки выдвигаются, эта часть может сразу выезжать, здесь эта штучка у него почему-то стала очень жестко разъединяться. Почему жестко стала разъединяться, не знаю, раньше она как-то чуть помягче что-ли разъединялась. Не сломать бы коннектор. Давай, 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 давай. Что такое с тобой? Не могу, секундочку. Так, разъединили. Дальше. Здесь у нас руки. Все, подготавливаем. Далее идет голова. Она сюда выходит. Не знаю почему вышел. Так, поворачиваем ноги. Поворачиваем ноги. Они идут сюда. Можно сделать такой цеплячий эффект. Не знаю почему, с появлением цеплячьих ног у Starscream очень много трансформеров для септиконов старались реализовать этот же эффект. Он достаточно большой. Давайте я немножко подниму и кармирую. А то иначе он у меня не попадает все время в кадр. Так, стоишь, стоишь, да. Так, руки. Руки у него вот так. Переализовываются. Не дотянуло. Почему? Да, вот все. Рука полностью. Очень интересная функция. Складывание и открывание. В крыльях. В крыльях реализован крыльчажный механизм. Это тоже отдельная фишка серии трансформеров. Вот такой вот Mindwipe. Достаточно непростой трансформер. Так, и что же у него тут есть? Это все у него может быть использовано в качестве мячей. На подобие клинков. Вот так вот выглядит. Да, все максимум. Ассасин. Ну, стоит он, конечно, не ахти как, но в принципе... Да, вот такая вот Mindwipe. Revenge of the Fallen Nest Global Alliance. Вот здесь вот если чуть-чуть вперед выдвинуть, механизм не цепляет. И мой любимый формат трансформеров. Стоим по стойке смирно. Ну, вот нравится мне, что они просто стоят как роботы без всяких поз. Кому-то это не нравится. Кому-то любит экшн-фигурки позировать. Кто-то любит, чтобы они были максимально похожи на героев аниме-сериалов или фильмов, или комиксов, или компьютерных игр. А кто-то просто любит их за то, что они невероятные головоломки. Хорошо, давайте сейчас трансформируем обратно в самолет. Подготавливаем руки. По какой-то причине вот эти части стали очень жестко складываться. Может, надо будет немножко разжать винты, чтобы обезопасить механизм. Все-таки, если что-то сломается из-за большого напряжения, это будет очень грустно. Я все-таки потом смогу развединиться. По какой-то причине вот это соединение стало очень жестким. По какой-то причине. Не-а, не ровно что ли. Да, со временем пластик немножко становится дубовым. Да, 12 лет трансформировал, 2010, Revenge of the Fallen. Все, на этом можно завершать обзор Mindwipe, другие версии этого персонажа, он трансформируется в летучую мышь, по идее можно было бы попробовать реализовать эту функцию, ну-ка давайте попробуем, что-то я про это забыл, так, трансформер трансформируйся. То, что-то так жестко. Что-то такое с тобой, ты прям нарываешься, чтоб сломаться, это плохо, так нельзя. Так, ну давайте сделаем его обратно сначала в режим. И далее, например, я что-то похожее видел, что оно вот прячется у него за спиной, вот так ему-то, идти прям образом. А это... Так, я буду вас... и поднести там. А это... Так, я буду вас... и поднести там. Двойные крылья. Ну... Если не очень похоже на летучую мышь, прошу прощения. Ну, что-то пока это вот сегодня у меня максимум, что пришел в голову. Ну... Похоже ведь, да, на летучую мышь. Ну-ка, давайте тоже сюда как-нибудь пристроим. Это у вас проще действительно сзади оставить, за спиной. Вот так вот. Вот такая вот пусть будет летучая мышь. Я ужас летящий на крыльях ночи. Хорошо, давайте на этом завершать обзор Майндвайпа. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей, становитесь спонсором музея, ждите, дальше будут другие обзоры уже имеющихся трансформеров, ну и как только будут появляться новые трансформеры, мы их также будем обозревать и добавлять на наш Ютуб-канал, ну, периодически посещайте и наш сайт, мы стараемся туда тоже добавить какую-либо новую информацию или доработать старую. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok